а и вот попробую тут сделать да чего-нибудь вот не знаю непонятно ну давайте так как же мне б4 пополкнуть какой огнеупорный он смотрите просто какой-то как это сказать хотя ему кешку пожертвую на d6 хочу конем на b5 прыгнуть и разменять херзея во время а на линию для нажать на поле d7 пока он не мат еще не поставил вот какой-то надо вовремя коня вывести может удастся слона переставить на f3 ну то есть а если бьет конем бью ферзем это тоже хорошо не уверен еще в нем от поставить ему вообще молодец такой кстати играет достаточно изобретательно сильно я бы даже сказал на вот и это та история которая этот ход вот может быть не был лучшим все же потому что дальше я могу еще ферзе разменять теперь ну или по крайней мере попытаться конь на b5 очень устойчиво стал пешку защитил я думаю что е5 это определенно не лучший ход ну вот на лавя g6 у меня просто и g3 будет естественно стук мата никакого не было там да да а просто играю g3 а дальше я уже собираюсь поменять ферзей чтобы вот не не попасться на эту диагональ надо просто убрать кишку из-под удара глеб иванов играет что-то там за белый за черных глеб вы вопросы свои можете такого рода задать в середе как раз на этот вопрос я вам отвечу но не сейчас но не сейчас такс ну так что самое время для самое время для размена ферзей вот что самое время для размена ферзей кстати еще чем побить могу еще и пешкой побить это тоже кстати мост выглядит совсем неплохо даже давайте я пешкой побью темповый ход линия c теперь моя там снова вторжение на седьмой ряд возможно да павел гордин отправил заявку на вступление в клуб ну все если вы там подходите значит все отлично нет проблемы никакой закрывая игру пешки стараясь не менять потому что мне же выгодно фигурами ведь у меня материала больше поэтому мне фигура выгодно иметь они пешки на вот и соответственно а вот фигуры кстати мне менять выгодно давайте-ка я поменяю фигурки вот эти вот да вот эти вот да и потом уже будут заходить ладьей на седьмой ряд вот такая вот тема такое вот вторжение ну и все да все таки да здесь силы оказались неравными всегда боишься когда играешь первый раз с кем там боишься чисто морально потому что но ни разу не играл с человеком почему-то у него много очков всегда не ясно значит как такое могло быть но сейчас игра была довольно простой и понятной пешкой аж надо брать всегда да по возможности центру если нет разницы то надо вот так играть здесь я коня защищаю чтобы не дать ему вообще никак раскрутиться вот и вторгаюсь по седьмой ряд да вот такое вторжение ну а тут велоди это конечно страшенное дело просто невероятное так хочет да ну ладно давайте будем брать мат он не получает по восьмому ряду но этого и не надо у меня просто несколько лишних пешек и этого достаточно чтобы победить спокойно давайте заберем вот эти пешки эти пешки и все пешки пойдут ферзи и все пешки пройдут ферзи вот таким образом да и кстати подождите ка еще тут надо еще чтобы пешка не прошла ферзи вот это какое дело-то минуточку минуточку ну-ка-ну-ка если ладья 5 то ладья 7 то ладья опять видите как может быть внезапно внезапно чуть было не было сейчас мне еще обыграет ходом а2 да вот сверху то будет да что такое то что что происходит что происходит вообще такое такое он все он все таки читернул да значит я думаю что человек все таки взял и свое хоть черное дело сделал да ладно ну это ему конечно боком выйдет это точно что такое что что за чудеса у стула чудеса это ладно общем все ясно с этим человеком стал стало все ясно да стало все ясно нашел какие-то невероятные входы которые мастер-то не найдет а он вдруг нашел на последних секундах сами подумайте как это выглядит невероятно да да он кучу ошибок совершал но он в нужный момент вдруг сделал множество супер правильных ходов по невероятно сильнейших ходов каких-то откуда не возьми он не может их сделать просто по определению вот это как не может но он и сделал вот правда в чем да так ладно все еще в борьбе мы да все еще есть шанс какой-то не знаю какой тут шанс ладно так буду бороться изо всех сил всегда конечно неприятно вот это все ну чего сделаешь ну чего сделаешь да что тут сделаешь это ему не поможет все равно он будет исключен из клуба и выгнан и заблокирован а потом сейчас и поддался в конце а вот но этот человек уже ясно все с ним я такой а таких уже десятка два тролли выгнал за свою жизнь знаю про них все так что не сомневайтесь это стопроцентный тролль который значит хочет свое какое-то ущербное свою ущербную психологию здесь потешить но у меня этот номер не проходит фух все соответственно это его первый последний турнир здесь он никогда больше не появится фух все соответственно фух все соответственно